У каждого адепта макевары рано или поздно появляется вопрос, чем закрепить макевару на улице. Вопрос появляется тогда, когда человек начинает закреплять на улице какую-то портативную макевару, либо стационарную, но не привечивая ее к стене, к дереву, а закрепляет ее какими-то ременными приспособлениями. Сегодня я хочу показать вам следующий вид. В последнее время на прилавках магазинов, хозяйственных, автомобильных, появились самого разного рода стяжки для груза или по-другому называются багажные стяжки. Это разного рода ленты с застежками. Такого плана предположим. Такого плана застежки. Вот. Такие ленты. Они очень хороши, потому что, как правило, у них есть самонатягивающийся элемент, который позволяет одной рукой сильно затянуть эту ленту. Это храповой механизм такой, который позволяет действительно быстро скрепить макевару на любую вертикальную поверхность по типу дерева или столба. Вот. В чем минус такого крепления? Мне крепление такое очень-очень понравилось, когда я только начал им пользоваться. Пользоваться такими креплениями я начал в начале этого лета. То есть это лето 2012 года. Но после эксплуатации, где-то примерно месяца два, когда-то притернули с небом, а макевара у меня была закреплена стационарно. То есть я как ее закрепил на стол, так она у меня и висела все лето. Вернее, тогда месяца два, наверное. То есть произошло буквально следующее. Вот видите? Лента. Вот она была такого цвета. Это синтетическая лента. А стала вот такого. Вот на алюминах хорошо. Но, значит, изменение цвета – это дело десятое. Дело в том, что при попадании постоянного ультрафиолета на эту ленту и вообще на любые ленты синтетические, если прошу попробовать, я ленты разные, просто не принес сейчас с собой эту. Это вот такая вот лента. Такие я использовал тоже, но она вообще, наверное, такая стоит. Суть та же самая. Что происходит? Происходит деструкция. Деструкция от ультрафиолета. То есть эти полимеры, которые находятся в этой ленте, высоконарегулярные, эти цепочки полимерные, они разбиваются и, соответственно, лента теряет все свои качества. И что получается? Такая лента становится. Сейчас я покажу. Смотрите, вот такого цвета она была, вот такого цвета она стала. Смотрим, да? Вот тут не рвется. Что происходит с лентой? И это тоже порвется. Что происходит с лентой? То есть она никакая. Пока она новая. Ее порвать невозможно. Ей можно уничтожить автомобиль. Но на солнышке пробыла и все. Можно порвать буквально нормально. Понимаете, да? Здесь, конечно, пожуще. То есть никакая. Значит, что с этим можно посоветовать? Можно поступить следующим образом. Когда у вас износится такая лента, надо снять с нее храповой механизм, снять зажим и вставить в зажим ленту из натурального волокна. То есть, по сути, обычные ложи, которые храповят. И тогда этой ленте просто сноса просто не будет вообще. Справедливой спирали хочу заметить, что подобные ленты очень хорошо подходят, если вы макевару скрепляете не на постоянном, а только в тот момент, когда вы будете потренироваться. Вы пришли в лес или в парк, закрепили макевару, позанимались час на ней, потом в сумку и левую спрятали дождь. Все. Она просто может сказать, что очень мокрая. Если она постоянно находится на солнце, то все. Так же осенью, ну, солнца нет почти, и это выдержит очень долго. То есть, если вы именно портативный макевару используете как портативный. То есть, вы ее выносите, ставите на улице, занимаетесь, убираете, все. Вам такая гиолента подойдет. Только нужно помнить о том, что прямые солнечные лучи для людей. Как заменить ее, я вам рассказал только что. Как оказалось, жгут медицинский, который использую я, и который поставляется вместе с макеваром, допустим, БШ, для крепления, выдерживает дольше. Со жгутом у меня макевара стационарно простояла год. То есть, она стояла и летом, и зимой. И целый год жгут продержался. Ровно вот. Через год он мог. Вот. Но она стационарно была скреплена. Жгут, когда используется портативно, то есть, что выносит, закрепляется. Со вслужбы у него ограничены. Потому что он и передирается, и растягивается немножко, и на дырочках начинаются какие-то микронадрывы. Он хуже видит. Холод. Ну, мороз. Поэтому свои преимущества имеют и те, и другие. Но оптимальным самым моделем, честно говоря, это ленты. Из натуральных болот. Вож. Лучше придумать ничего нельзя. И они и не растягиваются. Ну, как бы слабо растягиваются. Почти никак. Стабильная лента. У нее, наверное, ход растяжения, наверное, сантиметров два всего. Может даже меньше. Вот. И можно применять их, используя храповой снатяжитель. Который применяется в таких вот лентах. А в таких багажностях. С растяжками. Вопрос в том, что такие ленты, они, несомненно, не шелые. Но если все нормально с финансами, то никаких проблем вообще не возникнет. А когда уже сделаете эти вожжи с вот такими запряжками, то это вообще не будет что-то личное. А жгут он залож еще тем, что он стоит просто копейки. Комплект из двух сушкутов стоит. Я даже задругняюсь ответить. Сейчас нечего-то порядка. У кого, наверное, 20, наверное, рублей. Может, не побольше. Может быть, 40 рублей. Вот. То есть, заменить их очень не всегда легко. Главное, их можно всегда везде купить. Они продаются в любой аптеке. Крепить ими быстро и легко. Вот. Есть еще один маленький нюанс. Причем я, несмотря на то, что скреплю и такими вещами, и уже сделал себе ленты изложения, использую за жгут. Но об этом я расскажу немножко попозже. Есть определенный момент, где жгут имеет гораздо большие преимущества. А вообще, выбирайте. Лично я рекомендую для портатива. И вот такие состяжки багажника. Все. Используйте. Занимайтесь. Всем пока. А с вами был я, Михаил Шилов, автор проекта 3W. 3W. Водоблок. И 3W. ТОЧКО. 3W.